Еще в 2012 году французская компания Renault Track Defense, производитель бронированных и тактических военных автомобилей, представила новый транспортер для солдат, WAP Mark III. Цель создания этой модели – заменить устаревшие российские бронетранспортеры, американские М113 и WAP. На данный момент французских БТР серии WAP в мире выпущено более 5000 экземпляров. На вооружение впервые поступили в 70-х годах прошлого столетия основной заказчик страны Ближнего Востока, Азии и Африки. Это делает очевидным, что данный новый бронетранспортер ориентирован в первую очередь на вооруженные силы стран Ближнего Востока, Африки и Азии. Машина предложена в нескольких стандартных вариантах исполнения. Бронированный транспортер. Боевая машина пехоты. Машина медпомощи. Машина ИСТАР, в функции которой входит разведка, наблюдение и выдача целеуказания. Самоходный 120-мм миномет. Командно-штабная машина. Как заявляют конструкторы, ВАП-МАРК-3, это не просто модернизация, а практически новая машина. В нее вложено много новых технических решений, и только конструкция напоминает о принадлежности БТР к серии ВАП. Его полностью адаптировали по современным требованиям взрывоустойчивости, особо сконструировав против подрыва мин и самодельных взрывных устройств. Бронированный транспортер имеет формулу колес 6х6, вес более 20 тонн, что в полтора раза тяжелее нынешних бронетранспортеров, имеющих массу 13 тонн. Значительно увеличили уровень бронированной защиты в штанах 4569, соответствующий четвертому уровню защиты. Ширина машины осталась неизменной, 2,5 метра, а длина корпуса машины слегка увеличилась, что позволило транспортировать во внутреннем отсеке БТР до семи военнослужащих в полном обмандировании с вооружением. Экипаж бронированного транспортера – 3 человека. Бронированный транспортер ВАП-Марк 3 оснастили двигателем собственного производства с характеристиками мощности 320-400 лошадиных сил. Установлена независимая подвеска, шины колес подключены к системе централизованного регулирования давления. Компоновка ВАП-Марк 3 аналогична компоновке стандартной версии ВАП, где двигатель расположен в передней части, отсек для водителя и помощника – в средней, а грузовой отсек – в задней. Передняя часть транспортера имеет два больших бронированных стекла. Отсек водителя и помощника располагает по одной двери с каждого борта. Бронетранспортер обеспечен масштабируемой архитектурой электронного оборудования. ВАП-Марк 3 может быть оснащен любым из возможных пулеметов или дистанционных систем огня с пушкой калибром до 30 мм. В частности, дистанционной оружейной станции ТРТ-25, производства БАЭ-Системс. ТРТ-25 имеет две 25-мм пушки М242 «Бушмастер», 7-62-мм пулемет с 1000 выстрелами и 4 пусковые установки дымовых гранат. Новый БТР способен забираться на полуметровые ступеньки, преодолевать рвы и траншей глубиной до 1 метра и двигаться со скоростью более 100 км в час. Более того, ВАП-Марк 3 – это амфибия, которая приводится в движение в воде водометом, установленным в задней части автомобиля. С легкостью преодолевает водные преграды и относится к десантным плавающим машинам. Как и предшественники, ее можно транспортировать с помощью военного транспортника С-130 Геркулес или Айрбас А-400М. Продолжение следует...